Слушай, на самом-то деле, Сань, вот стояли тебя слушали и подумали, что вот, я думаю, ребята со мной согласятся, хорошая у нас все-таки страна. Артист стал президентом, и это вот как никогда мотивирует нас, всех сидящих тут за столом. Сережа, и это мотивирует не только тебя. К примеру, совсем недавно, все мы прекрасно знаем, Святослав Вакарчук заявил, что намерен принять участие в выборах Верховной Рады со своей политической партией под названием «Голос». То есть, люди ждали, как, да-да, нет-нет, и тут, наконец-то, на президентских все-таки не решился, на парламентских будет партия «Голос» Святослава Вакарчука. Знаешь, почему тянул? Почему? Значит, Вакарчук не мог начать предвыборную кампанию, потому что его барабанщик не сделал так. И он как бы по сигналу, он по сигналу работает. А я вам хочу сказать, а вот я очень рада, что Вакарчук идет все-таки в парламент. Вот, это интересно. Будет хотя бы одна фамилия, которую знает Наташа. Я понимаю, что вам вообще никогда не интересно, что я говорю, но я попытаюсь, потому что вдруг найдется какой-то человек, которому это интересно. Вряд ли, давай, скажи. Нет, ну на самом деле, смотрите, Вакарчук на концертах всегда очень быстро, вот ему становится душно, он раздевается до пояса. А в Верховной Раде там душновато. Поэтому, ну вот какая-то изюминка появляется на этих заседаниях. Но, кстати, Святослав Вакарчук, он же был уже депутатом Верховной Рады. После этого там что-то не пошло, он сложил мандат. И все, как бы, карьера политическая закончилась. Вот он хочет сейчас вернуться и посмотреть, где он там сложил этот мандат. Все ли с ним в порядке? Он на месте или нет? А представляете себе, вот давайте серьезно пофантазируем. Вакарчук политик, мне кажется, у него всегда будет хороший ответ для всех избирателей. Вот приходит он на встречу, и мы говорят, где хорошие дороги? Где медицина? Почему тарифы такие большие? И он просто отвечает, друзья. Все будет добре для каждого из нас. Это он уже в движущемся автобусе поет, когда уезжает. И люди такие, вроде ничего не произошло, но такие, ну так на душе тепло стало, так хорошо. Вроде же ответил. Да, и такие, эх, сладко. Что самое интересное, что все будет добре для каждого из нас, и тупо показывает на партию голос, знаешь? Ребята, для каждого из нас. А представляете, какие длинные будут доклады у Вакарчука? Чего? А два выхода на бисе, я извиняюсь. Партия называется «Голос», поэтому я думаю, Вакарчук будет сидеть спиной в Верховной Раде и слушать, слушать, как идет доклад. И если ему нравится доклад, он нажимает на кнопку, разворачивается. А, угадал, угадал, пацанал.